Я включил запись. Если... Преамбула, буквально в одну фразу. Посвящаемся наше занятие прошедшему Росшана. Все как бы знают, понимают. Просто для тех, кто не знает и не понимает, а это мы. И не о ним Росшана, то есть все как бы вопросы, аспекты, связанные с Росшаной, это очень-очень огромный, как бы опять комплекс. Мы не сможем, конечно, все сделать. Росшана это некоторое, даже для тех, кто совсем-совсем-совсем не в теме, они понимают, что это некоторая совершенно выделенная точка. Действительно, вот в течение года просто есть некоторая выделенная точка, которые, с одной стороны, как бы стремятся. Сначала имеется СЛУ, начинается Слихоту, Сфарадим, потом Ашкиназим и все. И вот начинается Росшана, два дня. В этом году все было, конечно, чудовищно из-за короны, но неважно, тем не менее. И потом начинается... То есть Росшана это какая-то отсчет внутри этих самих хагетишрей, потому что начинает читать, вот, 10 дней, Йом-Кипур и все прочее. Ну и потом, как бы, все годы... Ну вот то, что интересно, я хотел сказать, и то, что мы не сильно сговаривали, решили с Нехамой остановиться и Нехамой, и я, на таком аспекте, который мне кажется уникальным. Опять, я не знаю, ну... Более-менее знаю, как и все мне про наш знакомый всем Новый год, да? Новый год там был с елками туда-сюда, или без елок, с подарками, и все. Вот, но вот еврейский Новый год, действительно, есть какой-то параметр, и я не знаю, что будет ли он в других Новых годах, окей? А именно, это связь с Днем Сотворения Мира. Вот это, вот это очень крутой аспект. И вот мы решили сегодня посмотреть с разных сторон, хотя бы немножко понять, каким образом день, который называется День Суда, ну, это, как бы, более-менее понятно, исходя из, как бы, еврейского подхода. Как это связано с тем, что День Суда, он же является и Днем Сотворения Мира Человека, вот это вот не очень понятно, и мы постараемся сегодня это посмотреть. Ну, я тоже сделаю... Добрый день всем сначала. Я тоже хочу сделать небольшое предисловие и немножко еще соотнестись с тем, что Натан упомянул, кстати, про то, что вообще означает в представлении человека о мире какая-то выделенная точка, которую считают за Новый год. существовало еще и в языческом мире, и продолжает существовать в христианском мире, и в других религиях это какие-то другие точки на протяжении года. И о чем это... Это я совершенно не в связи с тем, о чем я буду дальше говорить. Ну, то есть, это, конечно, в связи с тем. Но можно себе представить, что в еврейском представлении есть очень определенный подход к тому, откуда год начинается. И почему именно в этот день и в этот период? Почему в христианстве год начинается с нулевой точки, как бы вообще, с самого темного времени года, в это самое темное время года, как бы, является спаситель и спасает весь мир. Это как бы их базовый подход. И так мир устроен, в принципе, да? Что мир, он темный мир, он такой, катится в пропасть, и вот в последней точке нас оттуда вытаскивает спаситель. А у евреев все, как бы, возложено на плечи человека. Если мир осенью начинает вдруг переходить как бы в темное, на темную сторону, то есть свет уменьшается, а тьма увеличивается, мы уже заранее начинаем размышлять, что мы сможем с этим сделать, какая наша роль в этом мире, и что, может быть, мы можем вернуть свет с помощью наших усилий. По этому поводу есть мидраши, но я совсем не об этом хотела говорить. Это я просто упомянулась в связи с тем, что говорил Натан. Это мне пришло в голову. А то, что я хотела, с чего начать, и что подчеркнуть, что все вот эти вот ассоциации, весь этот философский комплекс, который у нас есть, связан он с днями трепета, с Росшана, Новым годом и Днем искупления, Йом-Кипур, и далее праздник Суббот, все это как бы как в комплекс. Росшана и Йом-Кипур. В особенности Росшана, у нас ничего о нем не сказано в Таре. То есть сказано о нем, что это день трубления или день памяти трубления. То, что в этот день создан мир, в Таре не сказано. Это определенно. И вот по этому поводу в Талмуде как раз у нас есть разногласия. Разногласия между мудрецами, которые называются Танай. То есть мудрецы, которые фигурируют в первом кодексе, созданном Рабио-Данаси, Мишна. Вот в Мишне очень много разных законов. И есть там мнение различных Танай. Вот они называются Танай. В отличие от мудрецов, которые появляются уже позже, не обсуждают их мнение и судят о нем. Это мудрецы Иерусалимского Талмуда, они называют Самара. Танай, они гораздо более авторитетные и гораздо более базовые вещи, как бы обсуждают. Вот одна из двух. Извините, можно выключить, пожалуйста, Танай? Андрей? Потому что мешает. Можешь выключить, Натан Андреев? И у нас очень известный спор, который проходит через весь Талмуд. По многим-многим-многим вопросам между двумя очень крупными Танаями, это Рабио-Шо и Рабио-Лееза. И в трактате Росшана, который распирает, естественно, вопросы Нового Года, у нас есть спор между Рабио-Леезером и Рабио-Шо тоже по поводу того, о чем вот Натан упомянул, в каком месяце был сотворен мир. То есть мы отмечаем, как бы сегодня Новый год, Росшана, в месяц эти шеи. И всем кажется, что это вот такая очевидная, однозначная, от начала времен переданная всем традиция. Оказывается, вот еще во времена Талмуда по этому поводу не было однозначного мнения. То есть в конечном итоге традиция приняла одно из двух мнений. Но тем не менее, это оба мнения приводятся в Талмуде, и у обоих мнений есть очень важный урок. Поэтому я хотела вас пригласить вкратце прочесть то, что говорят нам из Таная, и подумать, в чем, собственно, тут разница в подходах. Учили Рабио-Леезер, сказал, в Тишри был сотворен мир, и в Тишри родились працы, в Тишри умерли працы, в Песах родился Ицхак, в Росшана зачали Сара, Рафель и Хана, в Росшана вышел Иосеф из тюрьмы, в Росшана было отменено рабство наших отцов в Египте, в Ниссане вышли на свободу, извините, ошибка в переводе, в Тишри в будущем придет спасение. Рабио-Леезер сказал, в Ниссане был сотворен мир, в Ниссане родились працы, в Ниссане умерли працы, в Песах родился Ицхак, в Росшана зачал Сара, Рафель и Хана, в Росшана вышел Иосеф из тюрьмы, в Росшана было отменено рабство наших отцов в Египте, в Ниссане вышли на свободу, в Ниссане в будущем придет спасение. Я тут внизу даже табличку написала такую, чтобы всем было видно. Есть некоторые вещи, в которых у них нет разногласий. То есть то, что беременность Сары, Рахеля и Хана, все они происходили в Росшана, в этом нет сомнений. Есть некоторый аспект в Росшана, что в него происходит зачатие. Есть некоторый аспект в Росшана, в котором оба согласны, что есть начало чего-то такого важного, или может быть решение суда небесного, что Иосеф вышел из тюрьмы, что кончилась некоторая эпоха его несчастья, и он решился его суд, скажем так. И то же самое в Росшана прекратилась работа в Египте. Вышел какое-то постановление суда божественного. Избавление от египетского рабства в месяце Ниссане. Всем понятно, что Ниссан – это весна, Ниссан – это песок. Не в первом Ниссане, но в пятнадцатом Ниссане – это. А тише – это осень, это вот сейчас. И по поводу сотворения мира, и по поводу будущего избавления, и по поводу того, в каком месте родились прайцы, у них есть разногласия. Рабелезр и Адашу. Давайте сначала еще прочтем, какие у них аргументы. Или про праотцев мы не будем читать, а прочтем аргументы, какие они приводят аргументы к своему мнению. Рабелезр сказал, откуда мы учим, что в Ниссане был сотворен мир? Из того, что сказано, и выпустил земля... Нет, все-таки сказал Рабелезр. Откуда мы учим, что в тиши был сотворен мир? Из того, что сказано. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодовое. В данном случае дерево плодовое. Надо понимать, дерево, на котором есть плоды. Хотя в других квинтажах понимается это по-другому. В каком месте земля взращивает травы? То есть идет дождь, вырастают травы, а деревья полны плодов. Ну да, осенью. Понятно? Деревья полны плодов. Понятно, что это был тишний. Время дождей. И после того, как прошли дожди, выросли, как сказано, и пар поднимался землю. В общем, одна картина у нас, когда деревья полны плодов и выросла трава. И это осенняя картина, которую описывает Раби Лезер. Вот в таком состоянии был сотворен мир. Раби Ашуа сказал, откуда мы учим, что в Ниссане был сотворен мир? Из того, что сказано. А, это продолжение как бы того же текста из первой главы Берешит. Но в первое это было «И сказал Бог», то есть это было клонивание. А второе – это реализация. «И выпустил земля зелень, траву семеносную породу своему, дереву дающие плод». То есть дерево, которое в потенциале дает плод. В каком месте земля полна трав, деревья взращивают плоды, только они их выращивают. Это значит внесание. То есть по мнению у каждого из стадов есть на что опереться в словах творения в первой главе Берешит. То, что нас больше интересует, это что каждый из них считает про мир, который создан в том или в другом месте. Понятно, да? То есть начало мира, то, что мир создан в какой-то определенной ситуации, в какой-то определенный сезон, в определенной какой-то картине, это оказывает влияние на весь характер мира, как мир устроен. И поэтому это разногласие очень существенное. И вот я прошу высказаться по вопросу, как вам кажется, чем характерен мир, который создан в тиши, и чем, в отличие от того мира, который создан в Ниссане. Действительно, тут можно говорить о совершенно разных аспектах. Например, об аспекте природной. Ну, мы знаем, что осенью как бы все увядает, весной все расцветает, поэтому это два как противоположных мира, пессимистичный и оптимистичный. Кроме того, мы знаем, что в те времена у всех народов мира был Новый год в Тишрее, то есть осенью. А хедуш, то есть новшество Израиля, было в том, что они стали отсчитывать месяцы Ниссана. И тогда получается, что как в Тишрее это Новый год народов мира, а в Ниссане это Новый год Израиля. И по этому поводу у меня вот вопрос к Нехаме. Я слышал так краем уха, что у Раби Лезера и у Раби Ушуа у них был еще спор относительно в Нейноах. То есть, кто должен, должны ли они принимать Геюр или остаться вот в позиции Гертуша? Можете вы что-то прояснить? Смотри, я сейчас не помню такого, я могу поискать. Я действительно не помню. У них есть дальше вот здесь, мы можем посмотреть, разногласия по поводу того, что мы говорили уже об этом как-то. Обусловлено ли спасение тем, что Израиль, тем, что весь мир раскается, придет под ним с такого-то высокого уровня, тогда придет спасение. Или этим не обусловлено, а есть какой-то крайний срок, что так или иначе спасение должно все равно прийти. Это вот из этих двух мудрецов спор, да, вот на эту тему? Да, на эту тему это двух. Это даже продолжение, мне кажется, а может, нет, это в сангедрении дальше. И тут у меня даже есть это в этом тексте, но, может быть, это в конце, потому что у них есть еще другие всякие разногласия, ну, как мы видели, будущее избавление, когда оно будет в тиши или в ниссане. Естественным образом, это не просто так, их разногласия по поводу того, связано это с раскаянием или не связано с раскаянием, оно еще зависит от того, понятно, да, от того, когда это избавление будет, в тиши или в ниссане. И это зависит от того, как вообще устроен мир, в принципе. Ну, я так понимаю, что Раби Иошуа, наверное, если он считал, что Новый год в ниссане, он, наверное, считал, что избавление будет пробуждением свыше. Раби Иошуа, правильно, да, я догадался. Правильно, совершенно верно, да. Конечно, это логично. Да, но, может быть, у кого-то еще есть какие-то, совершенно правильно по поводу того, по поводу характера, так сказать, осени, весны, у весны есть большой потенциал, мы чего-то ждем, природа пробуждается, да, плоды еще не, цветы еще не только расцветают, мы еще не знаем, какое будет, какие будут плоды. В середине лета мы уже понимаем, сколько у нас этих плодов есть, а к осени уже мы пожинаем то, что мы посеяли, и это результат как бы результата того, что нам дало это лето, этот сезон. Зима, собственно, это не сезон работы, не сезон плодов, это как бы какой-то перерыв. Жизнь как бы начинается в Ниссане, и подводит итог в Тишрей. Но еще в этом есть, если логически продолжать эту идею, то еще обратить внимание на то, что какие стихи приводит Раби Ашов и какие Раби Леезер в доказательство того, что это было в Тишре или это было в Ниссане. Когда Раби Леезер приводит свой стих, он приводит тот стих, который говорит о планировании. И мы, когда учили подробно первую главу Берешит и комментарий к нему Раба Маниту, но это не только Раба Маниту, это во многих мидрашах есть этот подход. Мы видели, что есть, сначала есть планирование, некоторый идеал, который Господь требует от Земли, а потом есть результат, результат, который не всегда полностью или всегда не полностью соответствует этому планированию. Поэтому, если мы говорим, что мир создан Тишре, и это соответствует тому, как Бог запланировал мир, это значит, что в основе мира лежит некий идеал. когда я говорю, что мир построен на основе этого идеала, это значит, что все, что отклоняется из идеала, это не хорошо, это неправильно, это неверно, это ущерб, это то, что должно быть исправлено. И таким образом постепенно вырисовывается здесь идея того, что осень, вот этот осенний Новый год, это время сравнения с идеалом и время подведения счетов и время суда. Если мы говорим о реализации, что реализация не всегда она соответствует идеалам, реализация она всегда не достает до идеала. У нас есть возможность ее недостаток исправить. И вот эта возможность, этот потенциал, он связан с Ниссаном. Вот эти две точки зрения, что точка зрения, что мир должен быть идеален, человек должен соответствовать этому идеалу. И вторая точка зрения, что мир изначально задуманно Всевышним, создан не идеален. У человека есть возможность продвигать его дальше к идеалу. Вот это два поля, содно которым сталкиваются наши мудрители. И соответственно с этим, да, у нас потом есть разногласия по поводу будущего избавления. Тут отдельный большой спор. То же самое на самом деле относится, конечно, ко всем працам, по поводу которых они спорят. являются ли працы это образцом, идеалом, которому потомки по большим своих грехам не могут соответствовать этим идеалам. Или працы, они некоторый образец, тоже не совсем идеальный, который начал народ Израиля для того, чтобы мы продвигались дальше от этого начала. И в этом тоже разногласия между Раби-Лезером и Раби-Ашул. Дальше мы видим в Сангедрине есть разногласия по поводу того, зависит ли Раби-Лезер говорит, если народ Израиля раскается, придет избавление, если не раскается, не придет избавление. Раби-Ашул говорит, нет. Ну, это один вариант. В другом варианте он говорит, нет. Что они приводят и Раби-Лезер. Я не хочу подробность. То, что мы говорим о Новом Годе, а не о избавлении. Это я говорю просто в скобках, чтобы закруглить эту тему. Нет, все нормально. они приводят очень много цитат в доказательство и умение. И на самом деле это было бы очень интересно рассмотреть все эти цитаты. И важно, но это очень долго, потому что цитаты самой недостаточно. Вот, например, сказал Раби-Лезер. Такую цитату приводит Израиля «Зародите сыну отступники и я исцелю необузданность вашу». То есть, в принципе, понятно, что он хочет сказать. Вы сначала вернетесь, а потом я вас верну. Ну, Иеремиял тоже приводит такую аналогичную цитату. «А разве не сказано, даром проданы были вы ими за деньги избавлены будете?» Даром, то есть, на самом деле, изгнание было в основном не из-за грехов, а потому что такие планы Всевышнего были. И то же самое возвращение будет не за заслуги, а потому что такие планы Всевышнего. Но на самом деле надо смотреть не только отдельный стих, вырванный из контекста, а надо смотреть всю главу пророка, о чем она говорит. И тогда понятно, на какой план избавления, на какую структуру намекает каждый из этих вчителей. Но мы этого делать не будем. Я просто хотела подвести итог. Я когда-то упоминала об этом, и я хотела показать тут в конце, чем это кончается. Сказал Муравьяшеву, а разве не сказано, он приводит из Даниэля дальше стихи. И услышал я, как муж одетый в льняной одежды, что был над водами реки, поднял правую руку и левую руку свою к небесам, клялся вечно живущим, что к назначенному сроку, к срокам и половине срока, книгу Даниэля люди очень, особенно христиане очень любят расшифровывать, что они означают, но это все пустое дело, рассчитывать сроки, хотя тут вроде бы о чем-то конкретном говорится. Когда полностью сокращены будут силы народа священного, закончится все это. С одной стороны, так как бы ясно, о чем он говорит, он говорит, что есть какой-то срок конечный, говорит Даниэль. И это цитирует нам Рабиашева. И про молча Раби Леза. И многие говорят, что вот победил его Рабиашева. Но вот как раз я хотела здесь продемонстрировать, что недостаточно одной цитаты, которая приведена в Талмуде, потому что у писателей, у читателей Талмуда у них в голове всегда был если не целая глава, то целый кусок. Иногда цитируют только начало, а дальнейшее как бы каждый понимает, чем там продолжается. И поэтому я дальше тут привожу продолжение, которое не приведено в Талмуде, на которое как бы раскрывает то, что он хочет сказать. А я слышал, но не понял. И сказал я, господин мой, что будет с этим грядущим? И сказал он, отойди на Ниэль, ибо скрытые, запечатанные речи эти до конца срока. Они будут разъясняться и выясняться и исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. То есть, на самом деле, если мы, так сказать, постараемся расшифровать, что тут написано, он хочет сказать, что нечего не рассчитывать сроки, не думать о том, как это конкретно произойдет. Когда это придет, то мы осознаем, что это избавление, оно пришло. И в этом смысле Рабелезу уже нечего возразить, потому что есть вещи, которые становятся понятны только, когда они реализуются. И, в общем, это вопрос сегодняшнего дня еще для некоторых людей остается открытым. Вопрос пришло избавление, или мы только на пути, или только в начале. Но это все действительно связано о том, как мы понимаем начало года. В каком качестве был сотворен мир? Был ли мир сотворен в мире суда, то есть в неком идеале, в размышлении об идеале, или мир был сотворен в потенциале, который потом должен реализоваться. И как во многих вещах, связанных с нашей еврейской традицией, в этом тоже принято считать, что и то, и другое слова Бога живые, или Бога живого, что есть оба этих аспекта в творении мира. И хотя обычно действительно Галаха не как Раби Леезер, потому что Раби Леезер считается, он называется Гемари Шамута. Ну, одно из объяснений, что он придерживался, шел во многих вопросах по мнению школы Шамами. А как известно, Галаха у нас в основном, кроме некоторых единичных случаев, как по школе Гелеля, и поэтому Раби Леезер его мнение редко бывает принято как главное мнение. Тем не менее, вот в этом вопросе как раз традиция народа израиля придерживается того, что мы считаем, что Новый год действительно творение мира, оно происходило в тишину. То есть потребность людей, видимо, и потребность народа отдавать себе отчет, сравнивать себя с неким идеалом, с некой меркой, которую мы себе ставим, не всегда можем ее достичь, она очень важна, и поэтому традиции воспринимать Новый год именно как год суда, год введения счетов, самоанализа, точки отсчета, она очень глубокая, хотя надо знать, что есть еще другой аспект возрождения, который мы относим к весне, к несману. У меня тоже есть пару слов, но прежде всего Эмиль поднял руку, Эмиль, мы вас слушаем. Каждый может включить микрофон и озвучить свою мысль. Меня слышно? Да, не видно, но слышно. Да, не надо обидеться. У меня просто по мере разговора возникла идея, поскольку я понимающийся философию, как это можно примирить. Я начну с конца, со спасения. Поскольку речь идет о конце времен, то Ниссан и Тиссей как бы сливаются. То есть спасение оно как бы вне времени получается. Заканчивается время в каком-то смысле. Но с другой стороны, если посмотреть на два рассказа о творении, то соответственно можно сказать, что первый рассказ соответствует Ниссану, чудесам, творению мира. А второй рассказ, когда человек начинает работать на земле, там сказано, что дождя еще не было. Я опустился на и это как раз соответствует времени перед сухот, перед тем, как начинаются дожди, перед тем, как человек готовится к новому циклу работ. И это одновременно суд, поскольку человек только оказался на земле. И таким образом получается, что в начале времен как был Ниссан сотворение мира и человек оказался, несмотря на то, что там это все проходит за 7 дней, мы можем сказать, что за 7 месяцев. Важно число 7, важна структура, а не измерение времени. Поскольку стоят два полюса друг от друга на 7, месяц Тишрея, месяц Меса, они первые и седьмые. Вот такая у меня идея, как можно примирить эти противоречия все. Ну, примирить противоречия конечно. Примирить противоречия конечно. Есть много разных вариантов. Например, то, что мы говорим в молитве Рушена Айомаратми Аулам. Сегодня как бы зачатило. То есть можно сказать, что в Тишреи мир был только запланирован, а реально реализовался он в Ниссане. Есть разные как бы можно примирить, но вопрос на чем мир основан. На мире суда на самом деле или на мире милосердия. Ясно, что и на том и другом. Это мы стоим. Вся идея иудаизма на этом основана. Да, но мы таки празднуем как раз сосредоточены больше, привязываем больше Новый год к мере суда. И может быть в этом есть большой смысл, потому что когда у нас есть ощущение, что мы начинаем сначала, нужно подглядеть итоги того, что прошло. Да, это ведь таранов и накрутить. Сейчас, секундочку, я не понял. Так, я выключил Йосефа, потому что это было что-то внешнее. Окей, Эмиль, я думаю, что мы как бы... Можно что-то добавить? Да, пожалуйста. Нехама спрашивала о природе, но мне кажется, тут только можно говорить про землю Израиля, потому что разные народы живут в разной... Но это только, если мы говорим о северном Парусаде, все-таки у всех одно и то же. Даже если разные широты, то даже на севере то же самое, весна, это время расцвета и так далее. Другое дело в Австралии, там все наоборот. Ну, я про это имела в виду. Ну, а еще момент, что если... Ну, мы как-то уже забыли, 300 лет прошло, календари вообще-то разные были на протяжении всего, всей истории человечества. И языческие народы, они вообще-то отмечали весной равноденствие у них начинался год. То есть тоже вот чувствовалось, что вот прошла зима, пережили, и вот начинается Новый год. А потом, когда уже было христианство, то они решили, что надо от сотворения мира, и пятница была шестым днем. И они считали, вот именно сотворение. Поэтому это было перенесено с марта на сентябрь, и это считалось праздником таким и торжественным. А почему уже Новый год личных судов. То есть это тоже было очень похоже. Да, я просто не очень хорошо знаю, но по-христианскому Новый год он же зимой, нет? это это было константинопольское лета счастливое, когда вот считали, что пятница шестой день творения, и поэтому они перенесли с марта на сентябрь, первого сентября праздновался Новый год. То есть в какой-то момент они шли за еврейским представлением. Да, 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 да. А потом они под влиянием как бы ведут философскую. Ну, они изучали Писание, и сентябрьский Новый год утверждался церковью согласно Писанию, и это был день такой покоя от всех житейских забот, личных судов, ну, да, что-то было похоже на связанное, а потом и в России вообще это Петр же изменил в 1699 году, то есть 300 с чем-то лет назад. У них 7000 какой-то уже год был. Поэтому вот было у них, и то, что вы продолжаете праздновать, ну, дает возможность человечеству, народа мира вернуться к правильному пониманию, мне кажется. Как это или зарождалась эта идея, как вы говорите в Тишире, одна из версий, а реализовалась в Ниссане. Ну, в любом случае заставляет размышлять, а не просто праздновать не понимая. Окей. И у меня вопрос к Нехаме, а вот в Берешит, как там, там нет уже названий, там второй, там третий месяц, как вообще отсчет идет, вот потоп. Там называется месяцы, да, да, первый, второй, там какой месяц, во второй месяц, после потопа, да, там месяцы никак не называются, и поэтому есть разные версии, в каком месяце, например, Нох вышел из Ковчега, или это случилось в Чешване, или это случилось в Яре. Все зависит от того, пойдем ли мы по Рабиашу или пройдем мы по мнению Раби Леезера, потому что действительно это, опять же, появляются тут два варианта. Рафшерки объясняет, решили пойти, чтобы это было все-таки... Ну, это просто из удобства Рафшерки решает, действительно. Ну, да, чтобы это было яркое событие для народов мира, не смешивалось с тем праздником, который есть у Израиля, да, не было накладки. Можно два раза. Да, да. Если можно, Таня, спасибо, если можно, такой вопрос. Вот, по-моему, это не прозвучало. Ведь этот спор, да, он был, но с другой стороны, как бы классика, это начало Мишны, Росшана, правильно, где происходит разблюдовка по четырем новым годам. То есть, у евреев как бы все богато, то есть, вообще не один Новый год, а четыре Нового года, правильно? Окей. Ну, и как бы напоминаю для тех, кто подзабыл, хотя, как бы, это вещи, они, они как бы всем школьникам известны. То, что для нас сейчас важно, что в конце тоже, опять же, как обычно, споры, пятый, десятый, это у нас очень принято, но тем не менее, как бы определено, что Ниссан, первое Ниссан определено, как начало отсчета годов царствования, правильно? Месяцев, да, и царей. А тишре и тишре, это для счета годов. Так вот, вопрос, ну, и там еще один есть для деревьев и так дальше, и там для трумот, мострот, для отделения. Да-да-да. Так вот вопрос, вот это вот разделение, которое сделано в Мишне, оно подводит какой-то баланс и ток тому, чему мы обсуждали, либо это подход совсем другой? Мишна это раби-юдай-наси, он подводит итог, я думаю, хотя Гемара потом приводит и другие точки, на самом деле нет никакого противоречия, она подводит итог, говоришь, это для этого, это для того, а когда был сотворен мир, как бы, Мишна же не обсуждать. Ну да, а зачем вообще надо было разносить? Вообще, зачем, почему нельзя было сделать один нормальный Новый год? Новый год с новым годом, с новым частям, все замечательно, почему надо делать четыре года, почему надо разносить? Не, послушай, послушай, четыре, нельзя, у каждого из этих, из этих годов, в смысле, Новый год растений и Новый год скота, это совсем другие основания, да, это зависит от того, когда происходит завязывание плодов, когда кончается. Это да, ну, это более-менее с хозяйством, я понимаю. А почему Ниссан и Ти-Шей? А вот Ниссан и Ти-Шей действительно есть два разных концепции, когда был сотворен МИД, и есть два разных следствия от этих концепций, разделили как бы, во-первых, про Ниссан совершенно очевидно сказано, что это начало отсчета месяца, в этом нет никакого сомнения, это прямо написано в Таре, этот месяц будет для вас, для вас, да. Поэтому то, что вместе считается с Ниссан, это по всем мнению, а в чем, но если мы хотим считаться с мнением Робелеца, все-таки мы ощущаем, что в Ти-Шей, мы не можем просто так сказать, отмести это. и как я сказала, мне кажется, ощущение такое, что необходимо подведение итогов и начало нового чего-то именно вот в конце сезона работы, когда плоды созрели, здесь что-то кончается и что-то начинается. Но это сельскохозяйственная тематика, а это не связано с каждым вот... Это просто отражение общего схемы мира, да? Окей, ну вот эта вот тема, что в Ниссан, Ниссан это месяц, который больше всего связан не в космологии, правильно? А он связан как бы с еврейской историей, с еврейской работой, с еврейским вкладом. Это евреи вышли на свободу, они сами что-то сделали. В то время как, насколько я понимаю, Ти-Шрей, да? Людей вообще нету. Есть Адам Ришон, что-то абстрактное, абсолютное, символическое. Есть космология, правильно? Ти-Шрей это космология, а Ниссан, Ниссан, это выход на свободу, это рабство, это борьба, это, 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 это понятно, человеческая история. Но это на самом деле как бы связано с тем, что я пыталась сказать, что Ниссан связан с деятельностью человека, а Ти-Шрей связан с некой объективной космической циклом. Ну, в конечном итоге все это как-то связывается. и то, что Андрей говорил правильно, что поэтому в основном считается, что Ти-Шрей это общее для всех время отсчета, а Ниссан это как бы наш национальный Новый год, хотя в принципе идея выхода из рабства, она идея универсальная, она общая, и я считаю, что очень важно ее усвоить тоже другим народам и ощущать возрождение, весеннее возрождение тоже. Как бы тут есть два разных начала и нету окончательного передикта, видимо. Окей. Ты же... Да, Криш, мы тебя слушаем. Хотел спросить, а были какие-то споры, есть вообще мнение мудрецов, когда было создано время. Ведь если мы говорим о том, в каком месяце был сотворен мир, значит, тогда уже время существовало. Да-да, в прошлый раз. Начало, на самом деле, начало, как сейчас, как бы, мы считаем сегодня, да, и Натан хотел привести метраж, да, про первый человек, про Адама, да? Да-да-да, не порт. Не делай... Я просто хочу не буду ничего про это говорить, никаких спойлеров. Спойлер, спойлер не надо. Но первое, тише, то, что мы празднуем сегодня, как Новый год, это день сотворения Адама. Поэтому, на самом деле, днем сотворения мира считается 25-е Лула сегодня. Никто его особенно не празднует, но... А жаль. А жаль. если вы об этом спрашиваете. Окей. Ну, вообще, интересно, Гриша, вот я подумал, ну, более-менее, как бы, ответ или мысль на то, что ты сказал. Вот мы в прошлый раз говорили о Шве, там как раз была идея о том, что время, движение, это связано, как бы, с рождением всего мира, потому что изменение связано с движением, а движение связано с временем, потому что надо понимать разницу между двумя точками и так дальше. Чем я хочу сказать, что вот метраж, который говорит, там о семи чудесных вещах, которые были сотворены до сотворения мира. Интересно, что там, например, не говорится о таких вещах, как, не знаю, как это значение пи, или там время, или там какая-то молекулярная константа, что вполне как бы предполагалось, какие-то вещи такие, вообще, не знаю, квадратура круга, там еще что-то такое, а какие-то, а там, например, написано, было, шува была создана, было там, насколько я понял, было написано имя Машиха и так дальше. То есть, понимаешь, как бы, совсем привязка идет совсем не по тем, как бы, вещам, которые представлялись. Ну, мы же все тут, мы знаем, главное, что это не учебник физики, да, не учебник физики, конечно, он должен как-то согласовываться с учебником физики на каком-то этапе развития науки и культуры, но на самом деле он говорит о моральных вещах, а не о физических. Поэтому, то, что шува была создана, предваряется создание мира, это, в этом есть огромный, как бы, моральный урок. А Константа Пи, как бы, не очень ее содержит, да, идею понял. А Константа Пи, может быть, как я рассказывала, да, может, внести в себе интересную идею, да, но я не помню, по-моему, в прошлый раз как раз я упоминала про это, да, тот, кто сказал миру достаточно, Кейль Шадай, но, на самом деле, это просто так, как бы, в качестве курьеза такая интересная вещь. Кстати, Мониту про это, по-моему, упоминает, если я не буду. И кто-то что-то хочет сказать, либо мы плавно переходим ко второй теме, которая, на самом деле, плотно связана с первой. Господа и дамы, чтобы меня не обвиняли, что я кого-то затыкаю. Эфим, да, вот, замечательный, Эфим, мы вас слышим. Ага, вдогонку вопросу Григория, время привязано к месту. Допустим, если трава восходит, так сказать, в северной части, то в южной части она восходит именно, так сказать, тогда, когда наступает Ниссан, когда наступает месяц Рожа Шанат. Да. Я не поняла. Время и место связаны. Как вот этот парадокс, так сказать, как-то он освещен? Или... Я просто не поняла. Что значит... Дим, если можно, еще раз парадокс. Парадокс оказался таким парадоксом, что мы сами вообще его не поняли. Парадокс то, что весна и так далее, творение в северной стороне она у нас в Ниссале, а в южном полушарии она в Тишвеи. Ну, да, не могу ничего сказать. Да, это занятный факт истории. Ну, когда спрашивать... Намек об этом есть все-таки, что... Нет. То, что это бывает по-разному, нет. Намек на полушарии нет. Да, у нас есть земля Израиля и, в общем-то, как бы все сезоны ориентируются по ней. Есть интересные разногласия, например, когда еврей живет в Австралии, должен ли он читать дополнительные всякие строчки в молитве, которые принято говорить зимой действительно австралийской землей, или он должен их говорить тогда, когда зима в земле Израиля, но это я так в скобках совершенно упоминаю, что есть такой гласический вопрос. Ну, хорошо. Я предлагаю перейти плавно к следующему вопросу, пока народ не стал разбегаться. Хорошо? Все согласны? У меня есть еще пару слов сказать, но я думаю в конце, если останется... Мы никуда не... А, да, серьезно? Ну, хорошо. Все, Нахама, вот Лена сказала, что никто никуда не разбегается, поэтому, пожалуйста, мы тебя дослушим до конца. Нет, нет, я под конец, если время стоит. Я совсем на другую тему. У меня просто была такая интересная мысль. Ну, тогда продолжим. Если народ не разбежится, то я ее вызваю. Окей. Выхватываю микрофон. Окей? Продолжаем плавно тему. Значит, тема у нас такая, она тоже очень похожа на то, что говорила Нахама. Заголовок такой. Это опять как Нахама правильно мне сказала в прошлый раз, поправила меня, то есть не поправила, а подсказала. Надо обязательно, если ты кого-то цитируешь, надо обязательно, это вообще такой железный клаль, надо обязательно говорить, бешэм умро, от имени кого ты говоришь. И это вообще правила, которые, не знаю, связаны с изменением мира в лучшую сторону и так дальше. Поэтому я говорю, это статья... Тот, кто говорит цитату «Называй имя», он спасает мир из Галута. Да-да-да, вот-вот, замечательно, спасает мир из Галута. Окей, поэтому шэм умро, а что у нас шэм умро, а у нас даже не умро, а умра, для тех, кто знает иврит, а именно доктор Тамар Меир, руководитель Бэтмидраша Кульна, по-моему, это называется так, руководитель отделения литературы в колледже Гиват Вашингтон, лектор колледжа в Эфрате. Вот такая замечательная женщина. Она идет по схеме, которую мы уже видели в прошлые разы, а схема такая, что берут мидраж, берут какую-то вещь, которая может трактоваться с разных сторон, очень красиво и быстро ее обыгрывает, но в результате приходит к выводам, которые такие очень этические, они как бы, ну, они понятны, они некоторые выводы для поведения, но до этого лежит очень интересный как бы развод. И мне кажется, что важны два составляющих, важна составляющая первая и вторая. То есть, если бы она просто пришла и сказала то, что мы услышим в конце, было бы неубедительно, но уже как бы, не знаю, там проповедник или кто-то говорит, ребята, ведите себя хорошо, исправьте свои дела и даты и даты. А если до этого, да, это стоит мидраж и мы попытаемся его понимать и так, то это приобретает что-то другой смысл. Окей? Итак, значит, у нее заголовок такой, я все перевел на русский, даже специально написал, чтобы не ошибаться и поменьше как бы мехать и бегать, но тем не менее заранее говорю, что я постараюсь все-таки, мне кажется, это правильно вставлять юридские слова, потому что очень трудно перевести. То есть, русские слова это все время как бы только некоторые подстрочники. Даже в самом начале статья называется так, в этот день сотворен мир, в этот день проходит процедур все сотворенное. На самом деле это слова из всем известного, да, я даже в начале подумал, что очень-то стоит как бы это может быть спеть, понятно, что мои музыкальные способности они совершенно ниже как бы среднего уровня, но если люди не были в синагоге или не слышали, то во всяком случае вот этот кусок, который все время читают, то есть каждый раз трубят шафар, правильно, те, кто ну хотя бы когда-то были в Рошана, они знают, что в молитве мусок есть как бы специальные вставки, вот, и называется, по-русски это называется отрывки царствования, мол, хуёк, отрывки трубления, вот, и после каждого такого отрывка читается, да, зихронот, после каждого отрывка читается, вернее, каждый отрывок связан с тем, что читают соответствующие псухимские, из Танака, которые на тему либо царствования, то есть ты царь, ты царь над миром, это это, либо зихронот, когда Всевышний вспоминал о мире, когда она новость вспоминала, и после этого как бы трубят, окей, нет, до этого трубят, а потом как бы объясняют, ну вот, а после трубления, вот есть именно как бы вот этот вот кусок, который читают, он очень красивый, значит, я сейчас постараюсь его исполнить, дико извиняюсь, не кидать в меня из вас заготовленные там помидоры и яйца, то вы не кидайте, потому что это будет не очень правильное исполнение, но все-таки для тех, кто вообще никогда не было, дайте представление, и так, это звучит так, айом арат тулам, айом ямит бемишпад, коль я цуры, коль я цуры, цуры о ламим, им ке ба ним, им ке абадим, им ке ба ним, рахаун, ке рахэм, афа лабаним, и так идет дальше, окей, так вот, первая строчка этого, вот этого кусочка, она вынесла здесь в заголовок, называется так, айом у рат алам, даже, даже ныхамы, когда она сегодня это приводила, мне кажется, она чуток запнулась, почему, потому что по-русски сотворен мир, но на самом деле тут не сотворен мир, это гораздо как бы больше, шире называется арат у лам, афаарат, арат это от слова урим, это от слова рождать, порождение, родители, это не просто сотворение, это другое слово, это что-то, ну, как бы подумайте сами, но это что-то более, не знаю, что-то более, как бы физиологическое, может быть, физическое, это не просто сотворение, это именно арат у лам, например, сейчас мне пришло в голову такая идиома, когда на игре хотят сказать, что какое-то какое-то событие или что там связано, несет в себе потенциал разрушительный, говорят, это арат асон, арат асон, это означает, что имеет в себе потенциал разрушительный, вот мне кажется, что тоже арат у лам, здесь это может быть есть оттенок такой, что это событие, которое несет в себе огромный потенциал. Совершенно верно, совершенно верно. Да? Окей. Итак, я перевожу по-русски то, что я пытался спеть. В это перевожу, как бы перевели нормальным русским переводом, но он слабо отражает, отражает, но не сильно. Итак, в этот день сотворен мир и в этот день проходят перед судом все люди, как сыновья, имеется в виду Всевышнего, они, а, да, вопрос, как сыновья Всевышнего они проходят или как рабы. Если как сыновья им кэбанин, то ты относись к ним милосливо, как одной из отец к сыновьям. Если же как рабы наши глаза к тебе обращены, пока ты не решишь суд над нами к свету, о внушающий трепет и святой. Дальше, я специально посмотрел, было написано пьют, махабер ло ядуа. Пьют – это специальная форма, как это сказать, религиозного стихосложения, да, это такие высокие стихосложения. Гимны. Как? Гимны, может быть. Ну, гимны, да, ну, хорошо. Пьют – это что-то такое возвышенное. Пьют, да. Да, окей. Но, махабер ло ядуа, а именно автор неизвестный, тем не менее, это вошло в Максурим, это вошло в специальные молитвники на праздники на Роша Шана. Итак, Йосиф, я тебя выключаю микрофон, потому что, как бы, все время происходит все это говорение. Сейчас, слегка, секунду. Окей, выключил, продолжаю дальше. Итак, возвращаемся на одну секунду к тому, что говорила Нехама, да, а именно, существует знаменитый спор мудрецов, когда был сотворен мир, а именно, вместе Ницан, или вместе Кишрей. Теперь дальше. А вот теперь мы идем в Медраж. Этот Медраж называется Медраж Ваикра Раба, 29 глава, первый кусок пасук, наверное, не пасук, потому что там есть, но Азамчик, первая, первый абзац, или первая тема. Так вот, исходя из этого Медража, можно понять, что по мнению Раби Лезера, то, что говорила Нехама до этого, мир сворен Кишрей. А вот дальше начинается вся наша закрутка. Если кто-то хочет смотреть на иврите, скажите, я сделаю шутук-массах, демонстрацию экрана, и вы посмотрите это на иврите, я перевел как бы по-русски, более-менее близко к тексту. Так вот, дальше начинается, в этом же Медраше уточняется, каким точным образом был сотворен мир в соответствии каждому часу дня. Представляете, какой-то потряс. Итак, вот русский перевод, так я перевел, близко к тексту, то, что написано в этом Медраше, следите за мной. Итак, сказано, ты приходишь к выводу, из чего? Что? Исходя из текста молитвы, мусо после трубления сасвани, то, что мы с вами прочитали, да, адам решен, был сотворен первого Тишрея. Окей? Почему? Потому что сказано, айо маратулам, в этот день сотворен мир. Да? Теперь дальше, а вот идет разброска по часам. Смотрите, какая потрясающая вещь. Первый час был задуман. Значит, я перевел по-русски опять, тут все вещи на иврите, они очень как бы абстрактные, как обычно в стиле изложения, ну, не знаю, спора, разговора мудрецов. Это очень, очень мыцумцам, очень резюме, очень коротко. Да? Итак, первый час был задуман, второй час обсудил, в смысле, обсудил Всевышний с ангелами, в смысле, обсудил, имеется в виду, наверное, обсудил делать, либо не делать человека. Окей? Дальше. Третий. Ограничил. Написано Евдиль. Я думаю, что ограничил, в смысле, выделил его из общей материи. У тебя написано четвертый день соткал. Да? Это от слова ракомод, ткани. Не знаю. Либо соткал, в смысле соткал, как, не знаю, придут, либо ракомод на иврите, это ткани. Либо подготовил, как бы, ну вот, не знаю, ткани тела. Пятое. Было написано голем. Что такое голем? Пятый, имеется в виду, пятый час. Да? Я написал роботное подобие. То есть, как бы, не человек, в том смысле, что он, как бы, живой. Это, может быть, и живой двигается, но робот. Дальше. Шестой. Оставил его на ноги. Восьмой. Поместил его в Ганеден. Девятый. Заповедовал ему. В скобках пишу, не есть от плода, деревья, познания добра и зла. Десятый час. Адам нарушил заповедь. Одиннадцатый. Был осужден. Двенадцатый. Освободил его. И дальше. Вот освободил его. Это мы будем обсуждать, потому что это надо понять. Из самого иврита это, как бы, не очень понятно. Она тоже дальше. Ну вот, Тамара будет спрашивать про это. Почему? Потому что написано слово димис. Насколько я понимаю, на слуху, да, димис, это в современном иврите, димус, это в отставке. Например, когда хотят сказать, что какой-то чин, например, там, полицейский, да, который там был, не знаю, полковник в отставке, говорят бы димус. Это где-то по смыслу, по смыслу, во всяком случае, смыслу медраша, здесь-то близко по смыслу, что он его освободил. От чего освободил, посмотрим дальше. Да, ведь его освободил от полного наказания. Дальше. Сказал ему, Адаму Всевышний, ведь ты, Адам, послужишь примером для последующих поколений. Как ты предстал перед моим судом и дал я тебе димус, я в скобках написал освобождение, потому что это, по-видимому, как бы смысл, который обыгрывается дальше. Так и потомки твои будут представать перед моим судом, а я буду освобождать, миловать их, и когда это будет, седьмой месяц, первого числа. Окей? До этого места все понятно? Есть вопросы? Натан? Да. А вот там как написано на иврите? Поместил Ганеден. То есть у меня вопрос по свободе выбора. Это было без этой опции? Она появилась при получении заповеди? Хорошо, я могу просто сказать, потому что эти перечисляются просто отдельные слова, которые я каждый из них перевел вообще либо сочетанием слов, либо полуфразами. Сейчас, секундочку. Таня, я думаю, что без свободы, потому что он же говорит голем перед этим. Да-да-да, сейчас, секунду прошу, только на иврите, хорошо? Нет, просто про голову. Написано, значит, в первый час у него как бы возникла идея, так можно сказать, у Всевышнего. Бышний я, второй нить яйцем малахим. Второй час посоветовался с... А, да, малахей шарет. Малахей шарет – это специальные такие ангелы, которые каждый из них, он делает некое определенное задание. Он с ними посоветовался, в смысле делать, не делать. Ну, это он там с собой советовался, по идее. Что ты говоришь? Ну, размышления как бы... Ну, да, ну, понятно, что это все более-менее абстрактно. Бышлиши, канас, афро. Очень здорово. Значит, шлиши, канас, афро – это как бы собрал прах, прах, имеется в виду прах земли. В Ирвии – габло. Ну, вот габло я, честно говоря, искал, не знаю. Я думал, что габло – слово гвуль, то есть он его собрал прах и каким-то образом выделил, ограничил все остальные материи, да? Написано по крайней мере. Нет, это тебе что-то как сыр, да? Клепка такая. Что-что? Ты дал форму, то есть сначала собрал материал... Не-не, форма будет дальше. Не-не, ну, ты правильно говоришь, но форма будет дальше. То есть несколько стадий образования. Вот габло, а потом то, что будет дальше, сейчас увидишь, мы будем говорить про это, да? Габло, габло – это, видимо, после того, как собрал прах, да? Этот прах отделил от остального праха, не знаю. В общем, как-то выделил его. Дальше. Бахамиши – Ракмо. Ракмо – это как бы сделал ему ткани, да? Или соткал его, хотя я думаю, что здесь идет про ткани, в смысле ткани тела. Башиши – Асо – голым. В шестой час сделал его големом. Големом, ну, понятно, знаете, голем из Праги, известная история. Это что-то типа роботного образования. Башиши – нафах, бо, нешама. В седьмой час вдохнул в него душу, либо дух, что-то типа этого, да? Башмини – вот то, что ты спрашивала. Ихнисол и ганн. Написано по-простому. Восьмой как бы поместил его, ввел его в ганн. В смысле, ввиду ганн-эдэн. Башиши – нецтава. В девятый месяц он ему заповедовал заповедь, в смысле не есть отвода. Басири – авар. Бэ в десятый час авар, в смысле, приступил в ту запись. Бэ хадэсрэ – не дон. В одиннадцатом часу произошел суд. Башнеймасар – в двенадцатом часу. Яцабы димус написано. Вот очень интересно. Яцабы димус – это то, что говорят, когда полковник полиции сегодня выходит в запас. Тоже говорится Яцабы димус. Так вот, это Адам Решон тоже Яцабы димус. Я так понял, что Яцабы димус – в смысле, что он Иштахрэр. Дальше посмотрим. Он получил наказание, но, тем не менее, был освобожден. Освобожден, не знаю, либо был выпущен во внешний мир, в смысле, не в гады, на внешний-внешний мир. Но, в всяком случае, был освобожден от окончательного приговора. Уволен, наверное, был. Не выполнил работу, был уволен. Ну, хорошо. Да-да-да. Хотя, ты посмотришь дальше, мы будем говорить. Это тут больше связано с тем, что он все-таки освобождал. Диму здесь это как освобождал. Потому что потом сказано, вот, сейчас-сейчас-сейчас. Так вот, Оле Адам Зе Симан Лебанеха Кэшем Шамата Лефанай Как то, как он стоял передо мной, во время суда Абадин, Байомазе, в этот день, Ваяца Бедимус, Ваяца Бедимус, в смысле, не был уволен, все-таки был помилован. Это больше связано, как бы, понимаешь, Кахатидин Банеха Ламот Лефанай. Итак, в будущем дети твои, в смысле, дети Адама, да, порождения, будут стоять в суде в этот день. Ваяцу Лефанай Бедимус Амити. И они, Бедимус Амити, не в том, что они получат полную отставку, а потому что они как-то будут освобождены от суда. Окей. Так, может, вот здесь свобода выбора и получается. Пока вот ты читал, как бы не было свободы выбора. Просто связывает воедино две точки. Сотворение мира и день суда. Рожа Шана – это день сотворения человека, когда он у нас... А, да! А получается, что Рожа Шана – такой потрясающий день, в котором вот сейчас это, как бы, мы лонгируем тему, которую Нехама говорила. А именно, что это не просто день сотворения человека, а это день, в котором произошли вот все эти, не знаю, одиннадцать этапов событий, а именно, день сотворения человека, когда день сотворения человека, когда он успел согрешить, предстать перед судом и получить димис, димис освобождения. Но она сама спрашивает, Тамар сама спрашивает, Беретт Тамар спрашивает, ну так ли это? Ведь Адам решен, был наказан по строгости закона за свой поступок, проступок, и не был полностью оправдан, освобожден. В чем же тогда смысл этого сравнения? Окей, то есть получается еще один вопрос. То есть каким образом мы должны более-менее понять, каким образом день суда связан с днем сотворения мира, а с другой стороны, что означает, что мудрецы говорят бы, Димус освобожден. Он не был освобожден, мы знаем, что он был наказан, правильно? Он был изгнан из Ганедана. Продвигаемся дальше. Дальше идет интересная штука. Дальше я думал, что это Гверетт Тамар, она, может быть, сама, может быть, слышал, не знаю, она проводит интересную штуку. Она говорит, вот смотрите, давайте посмотрим подробно этапы творения. То есть вот те 12 часов, которые, 12, да, которые происходило, давайте их разбросаем на этапы и посмотрим. Итак, у нас получается, мы делим все это на три группы. Значит, у нас первая группа, это первые три этапа, да, именно то, о котором мы говорили, творение человека, в чем они выражаются. Это можно, их можно резюмировать так. Это отвлеченный образ человека, когда сказано, что Всевышний вот задумал, его сделал. Дальше его материализация, когда сказано, что он взял, Всевышний взял афар, прах земли и форма образования, да, дальше вдохновение в него души, сказано, что вдохнул в него душу, да, и становление на ноги, поставил его на ноги. О, теперь дальше идет четвертый этап. Какой четвертый этап? Четвертый этап, самый короткий. Почему? И здесь она подчеркивает коротко, поэтому, почему? Потому что на этом будет построен весь ее последующий вывод. Четвертый короткий этап помещения в Ган-Эдден. Окей? А дальше, пятый этап представляет собой причинно-следственный круг. Это я так хитро назвал, да, в чем заповедь, ее нарушение и суд. А именно, в девятом часу человек был впервые призван выразить свою уникальную сущность. Это интересно. Она это пишет в одну фразу, мы можем чуток остановиться. То есть, как бы, не расширяя, не объясняя, она говорит, что то, что в девятом часу человеку было заповедано первая заповедь, единственная заповедь, которая у него была, а именно не есть от плодов дерева добра и зла, да, в этом у человека была выражена его уникальная сущность. Вот это вот, не знаю, мне как-то это прозвучало сильно, вообще говоря, понимаете, что вот выделение человека и человеческой сущности в том, что у него, ему было приказано соблюдать заповедь. То есть, ему был делан выбор, как говорит Таня, если я продолжаю ее идею, соблюдать, либо не соблюдать. И в этом он был, это все, что я сейчас говорю, моя отсебательная, здесь у нее это не написано. И в этом, в этом он был отделен от всего, от другого тварного мира. Почему? Потому что у другого мира этого нет. Там есть роботная машина, есть какой-то софт-программа, которая управляет, как бы, хардвей, управляет, как бы, всем животным состоянием всего остального мира. То есть, не знаю, зверь не задумывается, тигр, прежде чем на кого-то напасть, и так дальше, зайц от кого-то убегает, а волк его съедает. А вот здесь вот эта уникальная сущность с человеком. И дальше она говорит еще одну фразу, которая еще, на мой взгляд, звучит еще более сильно, и тоже, как бы, не объясняет. Мы можем только сейчас как бы это обсудить. И пишут дальше. И в этом можно усмотреть исток подобия между человеком и сотворившего его Всевышним, который, выражаясь в должностовании, заповедовал ему. А вот дальше вопрос к вам. Она это здесь не обсуждает. Но вообще, мне кажется, что это не тривиально непонятно. То, что про человека сказано, что он выделен из всего мира тем, что у него, он получил заповедь что-то не делать. Ну, как бы, это понятно, что он таким образом выделяется во всем остальном, как бы, тварном мире, если так можно сказать. Но почему он поэтому, поэтому, получается, как она пишет, исток подобия между человеком и Всевышним? У кого-то что-то есть что-то сказать? Ну, потому что только Всевышний тоже может сознательно, насколько это можно говорить, воздерживаться от чего-нибудь. Например, обещать больше не наслать поток. Правильно. Я тоже про это подумал. Да, 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 да. Вот я тоже подумал про это, что исток, как она говорит, исток подобия, он заключается в том, что действительно, как будто, как будто, да, Всевышнего тоже есть что-то взятое на него, принятое, когда он говорит, больше не на виду поток, или там возвратятся в землю, больше из него не будут изгнаны. Вот мне тоже кажется, что это так. Да? Окей? Продолжаем дальше. Теперь смотрите, ну, что происходит? Происходит в десятом часу, в соответствии с этим Медражем, Адам нарушает заповеду на ему. В одиннадцатом часу предстает перед судом, а в двенадцатом уже освобожден. Освобожден, получив другой статус, нахождение вне Ганедена, где ему теперь осуждено быть. А вот теперь, как бы изюмин, а вот теперь гвоздь программы, в чем он заключается? Она делает вывод и говорит, и представляется, что совсем не случайно период нахождения Адама в Ганедене представлен столь непродолжительным. Вау! Смотрите, Вот, например, я совершенно не обратил на это внимание. То есть, меня просто, как, наверное, примитивного человека заворажило вот это перечисление в первом часу это, в втором часу это, в третьем часу это. Ой, какой кайф! Просто смотришь часы и как все было сделано. То есть, вообще, какой классный, типа фокус такой, да? Вот тебе показка это происходило. А на самом деле она смотрит, как бы, ну, не знаю, не с точки зрения примитивного, как я, человека, да? А смотрит с человека, который, не знаю, для него, для нее это не нонсенс, это нет. Она смотрит внутрь и она усекает какую-то очень интересную вещь, которая у меня, на самом деле, что она пролетела. А именно, получается, что вот этот вот этап, когда Адам решен, да, в Афганедене, он по сравнению с остальными, как бы, вот этими этапами, он самый маленький. И смотрите, какой капитальный вывод она из этого делает. У нас создается впечатление, что этот период, то есть, период пребывания Адама в Афганедене, лишь мимолетный эпизод в хронике жизни Адама, в скобках людей, столь сложный и хитросплетенный, полный проступков. Вау! А что из этого получается? Даже такой примитивный человек, как я, он как бы доходит до этого. А, ну хорошо, в Афганедене все было белое и пушистое, правильно, кроме заповеди не есть. Ну, полный кайф, работать не надо было, все замечательно. А что после Афганедена? Ну, после Афганедена начались трудовые будни. Надо пахать, в поте лица, туда ица, смерть пришла, и все. Вау! И получается, как она делает вывод, вывод, на мой взгляд, потрясающий, что вообще в хронике, жизни Адама и вообще людей, вот этот вот период, вот этот вот кайф, этого Ганедена, этот райский период, он был очень короткий. А все остальное, все остальное, это сложная жизнь, сложная жизнь, которая полна хитросплетений, полный проступков. Окей. Вау! Дальше она делает вывод. Вывод, на мой взгляд, тоже потрясающий. Говорит вот о чем. Дальше она делает главный, основной моральный вывод. Она пишет о том, однако, именно факт того, что Росшана одновременно и день творения, и день проступка, а, сейчас, секунду, там перечисление, что Росшана одновременно и день творения, и день проступка, и день суда напоминает нам, что главный смысл нашей жизни преодоление вызова времени. Смотрите, вот тут опять есть проблема, которую мы обсуждали, проблема переводна на русский язык. То, что по-английски называется challenge, на ювелике называется идгар, а у нее написано идмудэдуд. Идмудэдуд, я не нашел ничего лучшего, как воспользоваться таким шаблоном, написано преодолевать. преодолевание вызова времени. Но вы понимаете, что такое лейтмудэд? Лейтмудэд, это означает, что перед человеком, вот человек находится на развилке дорог, либо он стоит перед подъемом в гору. И вот ему надо как бы лейтмудэд, в смысле, что он должен принять этот вызов и начать делать усилия для того, чтобы ползти в гору, например, или перепрыгнуть, или что-то сделать. Я согласна вообще, что со словом лейтмудэд, у меня всегда тоже при переводе возникают проблемы, потому что, ты не знаешь, точному слову по-русски трудно. Справиться, но не справиться. Это борьба какая-то. Это связано с усилием, по-моему, это однозначно связано с усилием. Нам это важно сейчас чуток остановиться и подумать, потому что у нее на этом сейчас будет несколько раз обыгрывание этого слова, потому что в этом основной вывод, который она делает из этого мидраша. Просто в общем понимании, мне кажется, правильно сказать, что человек, если человек находится в статике, то есть у него некоторое ровное состояние, либо, либо, так как она сказала, до этого находится в Ганедоне. С исключением одной митсвы, которая была, никакого этмодедута не было. Не было, была спокойная кайф-жизнь. Все. Когда он был выброшен, Адам решил наследствовать за ним все остальные его порождения в настоящий реальный мир. Самый главный параметр, который появляется, это параметр этмодедута. У человека все время есть лейтмодет. Более того, она подчеркивает, что у человека начинается новая тема, тема проступков. И это очень связано с темой суда. Почему? Потому что если человек не нарушает, ему не надо лейтмодет, потом как бы возвращаться, делать шву и все. Опять все плавно статика. В тот момент, когда человек делает проступки, вот начинается та динамика, о которой мы говорили в прошлый раз. Начинается динамика швы. И тогда начинается лейтмодет. Он должен, должен принять вызов, принять вызов для того, чтобы вернуться в ту точку, в которой он был и упал с нее. Больше не совершать и так дальше. Окей. Идем дальше по как бы тому, что она говорит. Пишет. Это то подчеркивает то, что мы сейчас сказали. Только, только что сотворенный человек, Адам Решон, да, уже вынужден преодолевать вызовы и принимать решения. Смысл, заповеданный ему, не заключается в создании препон и причин для его падения. Это тоже интересно. А зачем Адаму Решону вообще была дана эта заповедь? Ну, как бы это бег с препятствиями? Как-то было выражение, у меня вылетело из главы, наверняка присутствующие могут подсказать, чтобы жизнь кайфом не казалась. Было какое-то выражение на эту тему, да? Чтобы служба не казалась правой. Вот, вот, молодец, чтобы служба. Да, 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 вот, да. Что-то такое должно было быть, но идея была не в том, ага, я его утро помещу, окей, но я ему такую сделаю там штуку, что он точно за то вылетит. Идея же не в этом была. А в чем была тогда идея? Идея была не в том, что ему была создана припона, которая как бы явно, что он попадет в этот малкод, в этот капкан, да, или в это, и вылетит, да? А, а что она, какой вывод она делает? Вывод потрясающий. Так вот, смысл заповедного ему не заключается в создании припона и причин для его падения, а выражает его уникальность в качестве сотворенного по образу несущего ответственность. Вау. Это вот та уникальность, про которую мы говорили, да, уникальность в качестве единственной из всего сотворенного, в котором есть заповедь делать, не делать, поступать, да, и поэтому, поэтому, поэтому он, по этому параметру у него есть истоки похожести на Всевышнего, да, и именно в этом заключается в том, что сотворен по образу, когда говорят, Баранкин будь человеком, правильно, что имеет в виду? Вот это хороший вопрос. Имеет в виду, имеет в виду, что неси ответственность. За ответственность надо платить. имя Адам – это слово похожее? Что-что? Имя Адам – это слово похожее? Нет, Адам – это просто земля. Нет, там другое значение есть. Адама – земля, красная глина. Это по-простому. Думе, думаю, есть еще. А, ну, может быть, да. Я не слышал, но может быть, да. Да, да, да. Ну, хотя там прямая игра слов, что взят из земли, поэтому как бы Адама… Окей, беседер. Но дальше. Смысл, заповеданный ему, да, за ответственность надо платить. Но! Но и само представление перед судом является неотъемлемой частью творения. Ого! Тогда, если мы видим этот мидраж как бы во всей его полноте, получается, что это не просто такая пикантная разброс по часам, да, вот как все происходило. Мы видим как бы лабораторию создания и вообще хроника объявленного хроника заранее известного преступления. А тут получаются как бы вообще капитальные выводы, что создание человека было связано с созданием или предание ему вот этой похожести. Эта похожесть заключается в том, что это ответственность. За ответственность надо платить. Адам за это заплатил. Но с другой стороны получается, что и представление перед судом является частью творения. Почему? Это я сейчас от себя говорю. А вот потому, что написано Димус. Потому что по суду, по суду, это не был суд, который Лавдель как делает, не знаю, этот, как это, ИСИС, как это по-русски называется. Отрубает голову и все. Нигмар Асипур кончил вся история. А тут в том, что он в каком-то смысле был освобожден. И вот это вот, она это дальше не развивает, но вот как бы это надо как-то понять. Он был освобожден в том плане, что он, видимо, я понимаю так, что он не был наказан полной мерой суда. То есть, например, по идее можно было представить себе так, что Всевышний сказал бы, ага, я тебе дал одну заповедь, ты ее нарушил, ну хорошо, я тебя обратно превращаю в прах. Вот такая была бы история, мифология, да? Взял, сотворил как бы из праха, дал ему одну вещь не делать, он нарушил, ну он взял и разбил его с ног, и обратил его в прах. Но здесь это не так. Он его освободил, освободил, в смысле, от полной меры суда и отправил его в мир там, где он должен исправлять то, что он нарушил. Так вот, дальше она пишет, падение Адама, а, очень близко к тому, что я сказал, хотя эту фразу, вот я ее не видел глазами, пишет, падение Адама не аннулирует на его тело ни его душу. Это вот близко к тому, что я говорил, да? То есть, не как бы разбил его снова на черепки или там отправил обратно в прах. Вынесение приговора за его проступки, равно как его помилование, дает возможность человеку начать сначала, но теперь уже научного прошедшим опытом более осмотрительного и умудренного. Ну, вот это вот, как бы, на этом она заканчивает. На мой взгляд, мне очень понравилась эта вещь, очень-очень понравилась эта вещь, потому что здесь, как бы, ну, не знаю, вот, по-моему, в капле воды вот такая обработка медраша, на мой взгляд, очень интересная. То есть, с одной стороны, есть как бы, я всколько говорю, пикантерия, вот эта хроника объявленного, хроника заранее известного проступка, с одной стороны, это завораживает эти часы, как это идет по часам, а с другой стороны, из этого вводится целый комплекс вообще, как бы, капитальных и этических следствий. Вот то, что я хотел сказать. у кого-то есть что-то добавить? Наверное, да, но все-таки этот медраж, он скорее идет, поддерживает точку зрения Раби Лезера, потому что, на самом деле, рассказы писания, мы не знаем, когда все в точности происходило, нет начала, нет конца, писание, есть история, и она могла бы продолжаться довольно долго, даже, допустим, мир был сотворен в Миссане, но вот время прошло, да, судили его в тиши. Это существенный момент, который медраж подчеркивает, что вот суд – это часть творения, то есть, пока Адам еще находится в Ганадане, еще мир не встал на не вошел в ту схему, в которой он будет дальше функционировать. Шесть дней творения – это некий другой совершенно мир, не тот, который нам знаком. И Адам в Ганадане – это не тот человек, который мы знаем. То есть, именно само творение, оно включает в себя суд, и тогда это действительно должен быть тишей, действительно первое тишей, когда этот суд происходит. И в этом смысле суд становится в центр мира. Если того мира, на который смотрит Раби Лезер, и говорит, суд – это самое главное. И человек должен каждый год проходить через суд и оценивать все свои поступки. И в сознании того, что в конце концов он должен будет за все дать ответ. это совершенно определенный взгляд такой на жизнь. Но жить только в таком сознании того, что за все я потом должен дать ответ, это на самом деле тяжело, что за все меня будут судить, и каждое мое слово, каждый мой поступок, каждый мой выбор за все я должен будет потом отвечать, и может быть, очень будет неприятно за это отвечать. Это очень тяжело жить в таком сознании, когда мы живем в сознании мира, которое сотворено в Ниссане. Смотри, мир уже создан несовершенный. Я тебя туда запускаю. Ты, конечно, можешь ошибиться. Ты, конечно, дадим тебе возможность исправиться. Работай, исправляй мир. Это немножко другое. У тебя есть возможность. У тебя есть... Ну да, ты можешь иногда ошибиться. Ну да, да, где-то там будет какой-то суд. Но главное в мире это не суд. Суд это только возможность исправиться. А главное это... Я опять же, я продолжаю свою линию. То есть в этом смысле Медраж, она, конечно, хочет сочетать различные подходы, потому что все время у нас в голове есть то, что мир создан как в мире суда, так и в мире милосердия. Но каждый из этих мудрецов он как бы сосредоточен на каком-то одном параметре из них. Это само по себе интересно. Если есть еще у кого-то небольшой, немного сил, я могу попробовать рассказать некую идею, которая мне сегодня пришла в голову. А могу это вот то, что говорила Натан сегодня, что это подобие наше Богу. Мы можем копать, а можем не копать. дать ссылку на Медраж и ваш перевод приложить. Да, Ефим, отлично. Я вообще решил, начиная с этого раза, блин, вот эти выступления, которые мы делаем, когда я буду выступать, я их буду записывать. Мне так проще. Я это перевожу, ссылки ставлю и все. Я их по рассылке потом разошлю и представлю. Так, чтобы можно было на иврите прочитать и посмотреть. Как я сказал, иврит сильно отличается. Йосиф Глузбан правильно написал в чате. Он написал в этот день зачат мир. И это тоже правильно. что я сказал. Да, 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 зачат мир. И там много ямит бемешпад. Есть очень много вещей. Это димус и вот эти муды идут, которые в переводе как бы на русский пропадают. Одну только вещь хочу сказать, может быть она тривиальная. Мне кажется, здесь тоже потрясающе видно, насколько письменная и устная Тора, они как бы можно сказать по-простому дополняют друг другу. Возьмите просто разнесите это. Вот что если бы не было письменной Торы, если бы не было этого Медраша, других Медрашей. Но вся эта история створения мира тривиально. Можно вообще на уровне занимательной Медрии. Нет, Натан, ты зря так. Просто один нас лучше читать письменную Тору. Не потому что это тривиально. Да, все это можешь прочесть. Я хотел сказать тривиально, обычное, у всех на устах история сотворения Адама, его поместили, вся пикантерия со змеем, яблоко туда-сюда, все это изображено в изобразительном искусстве очень классно. Это замечательно. Но смотрите, зачем вообще надо было мудрецам делать эту разбивку по часам, например. Ну что, просто сидели как бы и придумывали? Это просто как бы, ну вот такой интересный, а в первом часу так, в втором часу так, в третьем часу так. Смотрите, какая создается вокруг этого некоторая ткань, которая вообще говоря, может обыгрываться потом, из нее могут делаться выводы, вот такие, как сделал автор этой статьи, и к которой мы с вами пришли. Это потрясающая вещь. И все это все-таки это сделано не только на том, что просто умозаключение просто, осознанно некоторая как бы красивая штука. Но я бы позволил себе сказать, это не как некоторое жонглирование фокусник, да, он делает, как бы смешивает какие-то эти вещи, делает, показывает шарики туда-сюда, хоп, а потом складывается как кубик Рубика, складывается некоторую красивую картину. Окей? Есть еще интерес, я хочу рассказать идею о протрублении шива. Тут прослеживается идея шивы. Сейчас, секундочку, ну хорошо, давай сделаем так, если можно, Нехама начала, она сейчас закончила, что она хочет сказать, а потом еще вернемся к вопросам, хорошо? Минут пять, наверное, или семь. Нет проблем, даже семь минут мы выдержим, нет проблем. Ладно. Мне пришла интересная очень мысль в голову, мне кажется, она интересна, о связи между отрублением и сотворением мира, как его понимают каббалисты и как его разъясняет Рабинахман. Когда нам каббалисты говорят о творении мира, они описывают его так, что Всевышний для того, чтобы создать мир, он сжался, редуцировал себя и создал пустой пространство, в котором может быть сотворен мир, потому что если Всевышний наполняет все миры, то тогда нет места ничего другого, не может быть никакого мира, не может быть никакого несовершенства, не может быть начало чего-то иного. И вот это пустое пространство это не временное понятие, это вневременное понятие, оно как бы всегда существует, разделяет между нашим миром, между нами, между нашей душой и Всевышним. То есть полного контакта с Богом невозможно достичь, мы можем только к нему стремиться, потому что всегда на пути есть вот это пустое пространство, которое не дает мне возможности понять Всевышнего и до конца. И Рабин Ахман, известный хасидский садик, он в очень известном своем отрывке, который говорит о пустом пространстве этом, он говорит, что это подчеркивает, что это пространство, это пространство, которое существует еще до слов, до творения мира, до мира, который сотворен словами. Поэтому никакое вербальное понимание, никакое вербальное постижение не может преодолеть этот преграмм. в своем этом отрывке Рабин Ахман говорит, что праведник с помощью веры в состояние сделать этот прыжок, преодолеть это пустое пространство, а потом он приносит своим хасидам, то есть цадикам, приносит своим хасидам знание, понимание, ощущение этого пустого пространства через музыку, через мотив, потому что слова там не работают, слова не могут его описать, то есть это некий невербальный язык, некоторое невербальное понимание. И мне пришло в голову, что чем отличается Роша Шана и чем он характерен в Таре, чем он собственно называется день трубления. Трубление это абсолютно какое-то невербальное действие, это действие чисто звуковое, определенные мелодии, определенный звук, который издает этот самый Шафар, это бараний рок, и некоторые, иногда мы сравниваем эти звуки как звуки, которые мы должны прислушаться, чтобы услышать, что Бог нам хочет сказать, что Он хочет разбудить у нас в душе, а иногда мы воспринимаем эти звуки как некий плач, некий крик, некое обращение нашей души к Всевышнему, то есть в Роша Шана происходит поразительное действие, помимо наших слов и молитв, которые мы обращаем к Всевышнему, которых мы пытаемся что-то ему сказать или услышать его голос, параллельно есть некоторое совершенно другого уровня общения, которое позволяет нам прийти к Богу совсем по другому каналу, по невербальному каналу, который будет нашей души совершенно необъяснимыми какими-то действиями, звуками, то, что я хотела сказать. Окей. Дамы и господа, во-первых, Таня, ты хотела что-то сказать. Если у тебя осталось желание сказать, мы тебя слушаем. Я просто хотела спросить, прослеживается ли во всей этой истории дшува, потому что без дшувы как-то не клеится. Есть мидраши, но они интересные, они связаны, например, мидраш как раз привязан к концу года календарем, когда день начинал, начал. Но вообще-то есть мидраш, который связывает это. Самой филе, создавая центральное место, три слова говорят, тут шумы с дока. В твердии это нет. Которые человека освобождают. Если мы говорим про тару и про мидраши, они по-разному. Есть мидраж, который говорит про конец дня, когда Адам увидел, что свет он создан в середине дня, для него свет все время был, солнце все время было в небесах, и вдруг солнце начинает закатываться, свет исчезает, и он решил, что вот пришла эта смерть в мир, и вот он раскаялся. Но после этого на следующий день он увидел, что солнце заново встает, и он понял, что вот так мир устроен. И вот так мир устроен. Есть еще другой мидраж, который говорит, что он увидел, то же самое в отношении того, что он увидел, что день уменьшается, то есть через несколько месяцев он увидел, что в мире все больше и приходит тьма, и тогда он сидел семь дней постился, потому что он думал, что вот это мир приходит смерть. И раскаивался, да. А потом, когда увидел, что день увеличивается, тогда он обрадовался, сделал семь дней, восемь дней праздников. это мидраж хану, он объясняет истоки древней ханы. Но как бы понятно, что в какой-то момент Адам рассказывался, но в Толенном подробно про это не рассказывается. Окей. Получается, что мир был сотворен в равноденстве, осеннее, когда день равен ночи. И это параллельно теме свободы выбора, которая была у Адама в Ганедоне, съесть или не съесть. После того, как он съел, выяснилось, что это осень, и день начинает уменьшаться. То есть теоретически можно представить, что если бы он повел себя хорошо, то время двинулось бы в другую сторону, и наступало бы лето. Мы бы думали, что это нормально так и должно быть. Вау, классно. Красиво. И, может быть, можно сказать, что это одна из опций, как бы мир был сотворен в Ниссане или в Тишере. Если бы он повел себя хорошо, оказалось бы мир сотворен в Ниссане. Да-да, они как раз спорят вот об этих точках, там, весеннего и осеннего равноденства, когда непонятно, куда пойдет все дальше. Прекрасно. Да-да-да. Окей. Да. Замечательно. Ефим, вы хотели что-то сказать? Да. Ведь можно Ганеден сравнить, собственно, с родами, да, и, собственно, и человек был, так сказать, что в родах будете рожать и так далее. И, собственно, выход из Ганедена это и были первые роды. И, наверное, проблема суда возникает, когда человек становится от своей. То есть, все-таки уже сам себя уже в реальной жизни и тогда возникает неросуда. Есть ли какой-нибудь недраж по поводу сопоставления вот этим Ганедена и его процессом, родовым процессом? Это я не знаю. Я знаю, что выход из Египта сопоставляется с родами. Здесь в Мако, это они как схватки, переход через море это как бы отхождение в воду. Мы вполне вольны делать свой собственный народный медраж. Пожалуйста, это будет медраж. Нет никаких проблем. Окей. Ну, хорошо. Спасибо. Если мы как бы более-менее, ну, не то, что подвели конец этому обсуждению, но, во всяком случае, попытались коснуться некоторых интересных аспектов и, мне кажется, чуть-чуть продвинулись в понимании Роша Шана. Окей? Тогда, по-видимому, можно пожелать всем присутствующим то, что говорят Марха Тиматова, да, а именно Роша Шана как бы приговоры идет в суд, а Йом-Кипур подписывается. И вот пожелание такое, чтобы эта подпись, она была хорошей. Марха Тиматова. Окей? Мы находимся сейчас внутри как бы такого процесса, тоже, кстати, одна из трудностей перевода на русский язык как перевести очень простая вещь. Тоже непонятно, как это перевести. Вот эти, или они называются Ямим Нураим. По-русски перевести по-простому просто ужасные дни. Нет, не трепет этот перевод. Беседер, ну, как бы понятно, что трепет от Нураима он нет, потому что наявлите называется очень жестко. Нура это ужасно. А Йом-Венура, когда человек говорит А Йом-Венура, ужасно. Ну, ты смешиваешь, но там всегда современный, это очень клево и классно смешивать современные ивриты классические, но это не всегда верно. Ну, хорошо, но вот эти вот дни все-таки, они ужасные, но вот в Переворусске появятся дни трепета. Окей, вот мы находимся в этом ужасном своем величии. Ира, нет, на самом деле Ира это трепет, ну, что ты не сделаешь, это Нура это не трепет, а то, что это Ой-Зе-Нура это уже современный вид. Ну, как бы у нас это все вместе связано. Окей, ну, хорошо. Конечно, связано, что не сделаешь, когда вот в музыке живешь, тогда у тебя современные ассоциации возникают, тем не менее, все-таки Ну да, когда человек говорит, ему говорят, а, Нура, он говорит, Зе-Ло-Коль-Ках, Нура, не так уж ужасно. Ладно, хорошо. Всем счастливо, до свидания, спасибо за обсуждение. До свидания, спасибо. Было классно. Спасибо.